Добрый день, коллеги, дамы и господа! Я приветствую всех представителей средств массовой информации, которые находятся сегодня на мультимедийной площадке нашего агентства. Я рада приветствовать наших гостей, участников сегодняшней пресс-конференции. Благодарю, что нашли время к нам сегодня присоединиться. Сегодня в рамках нашего пресс-мероприятия нам будет представлен доклад «Военные преступления украинских силовиков. Пытки и бесчеловечные обращения с жителями Юго-Востока». Этот доклад подготовлен Фондом исследования проблем демократии при содействии Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. Я с удовольствием представляю наших гостей, но в первую очередь автора доклада, директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты Российской Федерации. Максима Григорьева. С нами сегодня заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Сергей Железняк. Здравствуйте. Член комитета по международным делам Совета Федерации, представитель от законодательного представительного органа Государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Добрый день. Член комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв. Здравствуйте. Рядом со мной директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Добрый день. На другом конце стола член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко. Мы также ждём, что к нам присоединится член общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков и член Совета Федерации, член комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины Валентина Петренко. Но не дожидаясь, пока они к нам присоединятся, к сожалению, мы сегодня лимитированы несколько во времени, я попрошу всех гостей говорить достаточно коротко. Хочу сразу передать слово Максиму Григорьеву. Максим, пожалуйста, ждём презентации доклада. Ну, я думаю, что вот этот доклад уже рожден вам или в ближайшее время вы его получите. Естественно, он будет свободно выложен для доступа. Как мы проводили это исследование, у нас более ста опрошенных человек. Это те люди, которые были переданы украинской стороной во время обмена пленными. И наши специалисты проводили с ними свидетельские показания, собирали, проводили с ними беседы с периода с конца августа по 4 ноября 2014 года. С некоторыми из них беседовали сразу после того, как они были переданы украинской стороной. Вот здесь, кстати, за мной фотографии. На одном из таких обменов, например, я присутствовал лично и беседовал с этими людьми непосредственно. Вот это буквально 3-4 минуты прошло после того, как они перешли, так сказать, вот уже перешли на сторону, были отданы украинской стороной. Поэтому это те люди, которые, безусловно, находились в такой очень, мягко говоря, непростой ситуации. Прежде всего, я хотел бы сказать, что полученные нами данные однозначно позволяют утверждать, что украинские вооруженные силы, национальная гвардия, другие формирования, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины систематически и намеренно используют пытки в самом четком, ясном понимании этого слова. Сам масштаб и системность применения пыток говорит, что эта политика носит такой, понимаете, намеренный характер. Более 90% тех людей, которых передавала украинская сторона, с тем, с кем мы беседовали, они рассказывают о применении пыток. Вот я сейчас процитирую мнение Лири Родионова, представителя комитета по делам беженцев и военнопленных из города Донецка. Она рассказывает о тех, кого передает украинская сторона. Практически все люди возвращаются с переломанными ребрами, руками, ногами, вырванными зубами. Только к моменту обмена их как-то пытаются лечить. Один получил 8 пулевых ранений, его избивали в больнице и засовывали пальцы в раны. Зубы людям выдергивают плоскогубцами, бьют места ранений. Много людей с проломанными черепами пытают шилом, ножами, колют. В последнее время хватает не ополченцев, а простых людей. Людей пытают порохом, электрошоком, клеймят, кого-то бросают в яму трупами. Есть свидетельства, кстати, мы беседовали с этими людьми, свидетелями, как живых людей давили ковшом эскаватора. Людей держали в железных контейнерах без доступа воздуха. Причем эти пытки носят совершенно такой, знаете, изощренный характер. Вот премьер, например, ополченец Александр рассказывает. Мы попали в засаду, нас захватила национальная гвардия, это ополченец. Трое суток над нами издевались, без перерыва били, жгли, вешали. Этого конкретного человека жгли горелкой, у него был мешок на голове. Вот он рассказывает, меня подвешивали за руки, избивали ногами, сзади пристегивали, привязывали пальцем кольцо гранаты, ну и так далее, так далее. Вот второе мнение. Ополченец Олег задержали на блокпосту, приехали люди из карательного батальона, прыгали на грудной клетке, били прикладами. Товарищи пытали, разбили кувалды пальцы ног, обливали холодной водой. Вот конкретный пример, я лично беседовал с молодой девушкой, медсестра 19 лет, она была захвачена 15 октября 2014 года. Рассказывает, что когда ее допрашивали в СБУ, тот человек, который допрашивал, он ей показал проволоку, это ее личные слова, железная проволока, как спираль, и спрашивает, знаешь, как это называется? Это бандеровская удавка. Я тебя буду ей душить, пока ты не будешь говорить. Вот с этой девушкой, которой показали эту удавку, причем, как она говорит, она сразу лишилась после этого чувства от испуга, собственно говоря, вот я беседовал лично. Стандартным медным пыток украинской армии подразделения МВД является использование электрического тока. Пострадавший Станислав, задержанный представителем батальона АЗОВ, рассказывает, избиение, сломаны ребра, нарушена грудная клетка, под угрозой подписал документы, клали мокрую тряпку, лили воду и включали электрошокер. Сейчас очень масштабно стали использовать эту американскую методику утопления. То есть человек отопит, он захлебывается, его приводят в чувство, откачивают, после этого снова начинается допрос, его снова начинают топить, но при этом еще используют электроток. У нас есть целый ряд свидетельств о том, что некоторых ополченцев, некоторых арестованных, захваченных украинские войска отправляют на минные поля. Сейчас это есть в докладе, который вы должны были получить, сейчас не буду это все зачитывать. Еще один метод запугивания со стороны СБУ украинской армии, это угроза родственникам задержанных людей. Вот ополченец Константин рассказывает, что до 6 мая выехал в Харьков по семейным обстоятельствам. Поймали, привезли в здание, били и говорили, если ничего не признаешь, то отрежем твоим детям и жене голову. Если не мы, то правый сектор. И называли конкретное имя Андрея Белецкого, который командир батальона Азов. Да, 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 совершенно верно. Вот он конкретно говорит, я опасался за жизнь своих детей и жены, и все, соответственно, подписал. Другой пострадавший рассказывает, как пытали его, то есть это не просто угроза, его жену пытали в соседней камере и сломали на левой ноге все пальцы. Вот здесь довольно-таки много в этом докладе такого рода свидетельств, и люди приводят просто конкретные имена, где их пытают. Это и полигон национальной гвардии Днепр-1 под Невропетровском, это аэропорт города Мариуполя, где людей в холодильниках промышленных содержит, аэропорт города Краматорска. То есть есть целый ряд конкретных свидетельств, где это происходит. Отдельно хотел бы отметить, что целый ряд людей, большинство из тех людей, которые подвергаются пытками, они никогда не держали в руки оружие и не имеют никакого отношения к тем процессам, которые происходят на юго-востоке Украины. Вот целый ряд причин в кавычках ареста, это носит совершенно абсурдный характер. Например, цитирую, наличие телефона российского журналиста, наличие в личном телефоне имен с Кавказа, телефонный разговор с депутатом Донецкой Народной Республики, оказание медицинской помощи на территории Донецкой Республики. Этих людей также хватали, также подвергали мучительным пыткам. И тоже хочу отметить, что большинство людей, конечно, этих пыток не выдерживают. Они подписывают любые показания, даже не читая. Самое страшное, что часть этих людей после этого все равно отвозят в расположение этих карательных батальонов и продолжают над ними издеваться. И проводить тоже все эти страшные пытки, они здесь все указаны. Что бы я хотел еще добавить, мы в ближайшее время готовим такой расширенный доклад. Мы будем выпускать его на русском и на английском языке. И будем просить, конечно, и Государственную Думу, депутатов Государственной Думы, и коллег из СПЧ, Совет Федерации, чтобы этот доклад обсуждался, чтобы эти страшные вещи не замалчивались. Они обсуждались на международных площадках, потому что то, что происходит там, ну кроме как ассоциации с концлагерями 41-42 годом, просто не может не вызвать. Использование пыток носит абсолютно масштабный системный характер. И они абсолютно носят не то, что антигуманный характер, а абсолютно зверский характер. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим. Я предлагаю всем присутствующим по очереди, все ознакомлены с докладом, высказаться по содержанию, озвучить свою позицию относительно преступлений украинских силовиков на Юго-Востоке. Сергей Владимирович, давайте с вас начнем. Ну, уважаемые коллеги, хочу отметить, что даже та фактура, которая приведена в докладе, хотя это малая толика тех масштабных преступлений против человечности, которые совершаются украинскими войсками и карательными подразделениями на Юго-Востоке Украины, говорит о том, что, во-первых, речь идет не просто о попустительстве пыткам, а речь идет о целенаправленной политике, санкционированной киевским режимом, так как в пытках принимают участие не только те, кто в карательных добровольческих отрядах служит, но принимают участие и офицеры СБУ, и солдаты, и офицеры регулярных воинских частей украинских. А это значит, на это есть прямая установка стороны высшего командования Украины. Кроме этого, как мы видим, не просто эти преступления, даже те, которые на сегодня подтверждаются международными наблюдателями и указываются в отчетах международных правозащитных организаций, они не расследуются должным образом, и на сегодня де-факто нету никаких намерений со стороны киевских властей осуществить независимое справедливое расследование и привлечение к ответственности всех виновных в совершении этих бесчеловечных преступлений. Более того, общественное мнение на Украине формируется таким образом, что все эти многочисленные пытки, точно так же, как убийства мирных жителей, детей, стариков, женщин на юге-востоке Украины, они оправдываются той государственной идеологией, которую исповедует на сегодня киевский режим. Вообще формируется такой подход, что те, кто живет на земле Новороссии, не люди, а значит и все действия, даже самые жестокие по отношению к ним со стороны киевского режима оправданы. Хочу отметить, что на уровне Порошенко, который считает себя главой украинского государства, официально поданы документы в международные инстанции о том, что Украина не будет соблюдать требования международной конвенции о правах человека. А это значит, заранее оправдываются все преступления против человечности, которые совершались, совершаются, и, к сожалению, будут, видимо, продолжать совершаться украинскими военнослужащими и карательными батальонами на земле Новороссии. Ну и еще один аспект. Нам часто, наши коллеги с Запада говорят о том, что, да, есть нацизм, есть радикализм на Украине, но он не имеет настолько большой поддержки, о которой Россия постоянно тревожно заявляет. Нам очень важно, чтобы все эти факты были переведены на основные языки, для того, чтобы мы могли их в рамках и нашего парламентского диалога, и участия в деятельности международных организаций довести до сведения наших коллег, с тем, чтобы продолжить формирование фактического материала для организации международного трибунала над военными преступниками, на теме, кто виновен в организации и исполнении преступлений против человечности на земле Новороссии со стороны киевского режима. Спасибо. Спасибо. Сергей Владимирович, Сергей Павлович, предлагаю вам продолжить. Да. Я, конечно же, как и все, задумываемся над истоками того, что происходит на Украине, в чем я абсолютно уверен, что все это закладывалось долгие годы, начиная с того момента, когда Украина стала независимым государством. Я в тот период был народным депутатом Украины, вначале Украинской СССР, потом независимой уже Украины. И уже тогда, в постоянных речах, которые слышались из уст, прежде всего жителей из западных областей Украины, у них постоянно были высказывания «мы тебя повесим, мы тебя удавим, мы тебя расстреляем, придет наше время». Собственно говоря, за что? Ну, за то, что не голосовал за акт независимости Украины, не голосовал за декларацию о государственном суверенитете Украины. Был в Москве в тот период, когда принималось решение Верховным Советом Российской Федерации по Севастополю. И дальше, вот своей политической деятельности на протяжении многих лет я видел, что подобные настроения, они, в общем-то, шли по нарастающей. Вы вспомните все, что происходило в здании Верховного Совета Украины. От небольших потасовок перешли вообще к рукоопасным боям. Мы видели только то, что происходит в зале. Нередко не знаем, что происходило за пределами зала. За пределами зала продолжалось избиение тех депутатов, которые были не согласны с мнением представителей, прежде всего, из западных областей Украины. Мы должны понимать, что фактически к тем же самым пыткам можно отнести эту мусорную иллюстрацию, когда нападают на человека и бросают его в мусорный бак, и он не поймет, в общем-то, а он из этого мусорного бака вылезет или нет. А вы вспомните, что происходило в период так называемых демократических преобразований в конце прошлого года. Помните, как пристегивали наручниками к перилам губернаторов ряда областей Украины. И, опять-таки, я, как человек, который долгие годы был в украинской политике, я думаю, что, в общем-то, считать, что отвечают только те, которые совершают акты насилия, это слишком мало, слишком мелко. Я согласен с Сергеем Владимировичем Железняком о том, что, конечно же, ответственность за это лежит практически на всем руководстве Украины. Хочу, правда, сказать, что я считаю, что все руководители Украины не только ныне действующие, а и все президенты Украины, тот же самый Кравчук, он всегда потворствовал подобным тенденциям и речам, тот же самый Кучма, который абсолютно не отказывался от подобных настроений среди украинского народа и вообще считал, что некий украинский национализм, а может быть, даже в каких-то проявлениях и национализм с особой жесткостью, это только пойдет на пользу Украины. Все потворствовали этим тенденциям и вот сегодня получили ту Украину, которую получили. Понятное дело, что эта Украина, она держится на страхе. Я абсолютно в чем убежден? Я убежден в том, что даже те социологические опросы, которые проводятся там об отношениях украинцев к России или об отношениям к каким-то другим вопросам внутренним там по русскому языку и так далее, они вообще-то не имеют большой объективности, потому что вот на Украине сейчас воцарился страх. И, собственно говоря, все то, что происходит, оно сконструировано таким образом, чтобы запугать и загнать этот народ в угол. В частности, все же мы прекрасно понимаем, что да, сегодня пытки, их множество, мы о них уже знаем, слава Богу, что знаем, и знает международное сообщество, но при этом никогда не должны забывать то, что произошло в Одессе. Это, наверное, тоже одно из самых-самых таких, знаете, ярких проявлений фашизма, издевательства, пыток. И за всем этим идет желание запугать. Я думаю, что этому можно противодействовать, собственно говоря, так, как противодействует Максим Сергеевич, Максим Леонардович и другие наши правозащитники. Они делают абсолютно правильное, великое дело, их в этом надо, безусловно, поддерживать. Но при этом мы должны знать, что, или вернее, те, которые осуществляют, должны знать, что наказание будет неотвратимо. Причем наказание не тех исполнителей, которые осуществляют, а тех, которые руководят добровольческими отрядами, которые руководят Украиной, которые являются министрами обороны. Я вообще считаю, что во главе этого процесса как раз стоят эти люди. И мне кажется, что только, может быть, ощущение неотвратимости наказания позволит каким-то образом восстановить все то, что происходит на Украине в плане уважения прав человека и не допущения вообще никаких проявлений такого насилия, о котором мы слышим сегодня. Спасибо. Александр Александрович, Вам слово. Спасибо. Лей, ну я бы хотел тут на паре аспектов сосредоточиться. Мною уже сказали по поводу, конечно, нарушения прав человека. Так, если мягко можно говорить, на самом деле-то в прямом смысле пытки, которым подвергаются не только ополченцы, которые там воюют, но и мирные граждане. Это абсолютно очевидно. Я многократно бывал на этих территориях. Я хочу сказать, что еще требуется его расследование и такого же доклада не просто пытки, но и вообще все то, что творит киевская власть на территории Новороссии. Мы не должны забывать бомбежки мирного населения. Я сам видел людей, которые подвергались этому. Мало того, это просто были больницы, лечебные учреждения. Врачи погибали прямо на порогах своих лечебных заведений. Я беседовал со страшно раненым врачом, который рассказал, как он, как раз эти снаряды падали, как он, будучи контуженным и с перебитыми ногами, руками, рукой одной, он одной рукой оказывал помощь. Алексей Александрович, немножечко микрофончик на себя подвиньте. Да, оказывал помощь. Соответственно, это тоже не надо забывать. Это все серьезные вещи, которые происходят сейчас на территории Украины. Отдельного факта требует расследование еще вообще самого Майдана как такового. Вот у нас мы помогали беркутовцам, которые оттуда фактически бежали многие, которых приходилось, ну, в прямом смысле этого слова спасать. И они рассказывали, что там происходило в это время на Майдане. Это мало вообще кто знает. Это требует отдельного, конечно, доклада. Я бы попросил своих коллег, Максима Сергеевича и Максима Леонардовича, подготовить тоже подобные вещи. Потому что, вот я проведу просто несколько высказываний из того, что мне говорили сами бойцы беркута, что боевики партии «Свободы», когда сбросили памятник Ленина, четвертовали сотрудника беркута. Его привязали и трубой перебили ноги и руки. Так вообще на всякий случай. В мэрии Киева были организованы пыточные комнаты, где ликвидировали просто неугодных людей, расстреливали. Больше того, эти трупы потом переносили в Дом профсоюзов, где устроили пожар 19 февраля 2014 года. Это была какая-то определенная репетиция пожару в Одессе. Но в отличие состоит только в том, что в Одессе жгли людей, которые были живы еще, там просто сжигали трупы. И таких свидетельств я просто за отсутствием времени не буду все пересчитывать. Ну вот у меня только на пять листов на самом деле. Вообще, на мой взгляд, нужно здесь уже ставить определенный вопрос о геноциде русского народа, который происходит на юго-востоке Украины. И это факт. Нужно здесь поднимать все международные институты и максимально добиваться этого расследования. Мы должны все-таки все сделать для того, чтобы заставить работать международные институты. И ГАДский трибунал, и ООН, и Совет безопасности, и все, что необходимо. Но мы должны с вами понимать и другое. Что если все-таки после наших активнейших действий эти институты не будут работать, то, конечно, придется создавать собственные расследования, собственные трибуналы и расследовать эти преступления. Потому что их безнаказанно оставить невозможно. Сейчас все делается для того, что замалчиваются все эти факты. Вы никогда не найдете в западной прессе ничего подобного. О том, что сейчас вот эти доклады, я уверен, хоть они будут переведены на английский язык и, может быть, на другие языки, но вы их не найдете там никогда. Это, да, будут смотреть, будут все знать только те, кто этим интересуется. А вот в средствах массовой информации этого, конечно, не будет невозможно. Но, еще раз, максимальное давление на международные институты, максимальная работа с ними, и только после этого, если не получится, нужно уже тогда делать собственные такие трибуналы, расследовать, вернее, судить этих преступников. Я уверен, что это все произойдет рано или поздно. Как история показывает, от ответственности никто не уйдет. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте теперь к правозащитникам. Александр Семенович, Вы регулярно презентуете у нас доклад о нарушении прав человека. Пожалуйста, Ваше мнение по услышному. Работа очень серьезная. Действительно, то, что указано в этом докладе, страшно. Читать это невозможно равнодушно. Обязательно этот документ должен быть переведен на разные языки, презентован международной общественности, политикам, всем здравым людям, кто хочет разобраться, что происходит на Украине. Я знаю, что будут скоро встречи в Государственной Думе с различными политиками Европы. Первого, второго декабря будет русский форум в Брюсселе, который проводит Татьяна Жданок. И одно из заседаний будет в Европейском парламенте. Я приглашен на этот форум и тоже выступлю по теме Украины и озвучу этот доклад и другие наши доклады по другим массовым нарушениям, которые мы издавали в таких брошюрах без права выжить. Основное право, которое не предоставляется жителям Украины, Юго-Востока Украины. Во-первых, стоит вспомнить то, что уже был общественный трибунал, венецианский трибунал, который заслушивал жителей Новороссии. И в своем вердикте он признал Обаму, Порошенко, Рампея виновными в военных преступлениях. И я думаю, что такие общественные трибуналы надо проводить повсеместно, в разных европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, в Российской Федерации, потому что, к сожалению, постоянно есть материалы, страшные материалы для рассмотрения подобными трибуналами. Я считаю, что уголовный международный трибунал будет сформировать сложно, поскольку мы видим непростая ситуация в Совете Безопасности ООН. Но я не исключаю возможности, что такой трибунал можно созвать в рамках СНГ, поскольку Украина пока еще является членом СНГ, и страны-члены СНГ занимают взвешенную позицию неприятия тех массовых военных преступлений, которые творятся на юго-востоке Украины, по всей территории Украины. И стоило бы такой трибунал инициировать. Я скажу о том, что на юго-востоке Украины нарушены практически все базовые документы международного права. Это и всеобщая декларация прав человека 1948 года, где в третьей статье говорится, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу, на личную неприкосновенность. Пятая статья. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным, или унижающим его достоинство обращению наказания. Это международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Это статья 7. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному, или унижающему его достоинство обращению. Это нарушение конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных видов обращения наказаний 1984 года. Это конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Это дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949 года и так далее, и так далее. С начала переворота на Украине был дан зеленый свет тотальному нарушению права, тотальному игнорированию человеческой жизни, человеческой личности. Это военные преступления, это цензура, это дискриминация по национальному, религиозному признаку. Это преследование политических и общественных оппонентов. То есть, по сути дела, все признаки тоталитарного, такого неонацистского государства присутствует на территории современной Украины. Ну и в заключении я скажу, что на днях с большим трудом была принята в ООН резолюция о борьбе с героизацией нацизма, которую инициировала Российская Федерация и которая была в итоге утверждена. Кто проголосовал против Соединённых Штатов Америки, Канада, Российская Федерация, воздержались несколько десятков европейских... Украина, Украина. Украина, да. Воздержались европейские страны. О чём это говорит? О том, что именно те, кто проголосовал против этой резолюции, они как раз и дали возможность свергнуть власть с применением радикального неонацистского ресурса, продвинуть этот ресурс и постоянно применять его для подавления, населения, для расчистки территории Юго-Востока Украины, для взятия её под свой контроль. Поэтому всё понятно, кто и какие методы пропагандирует в качестве таких прогрессивных, общечеловеческих, которые на практике оказываются обыкновенным фашизмом. Спасибо. Максим Шевченко, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, очень серьёзный документ, который представил мой коллега Максим Григорьев. И документ этот, мне кажется, даже не в полной мере описывает тот ужас и те масштабы террора, которые там существуют. Максим, ну, работал несколько дней, мы встречались вместе в Донецке и работал на износ, практически встречаясь. Но даже он не может охватить всего этого пространства, от станицы Луганской до Мариуполя. По всей этой линии фронта тысячи людей могут вам рассказать о жутких совершенно преступлениях, об угрозах, о пытках, о захватах заложников, о обстрелах, которые тоже являются частью пыток, потому что они являются, на мой взгляд, пытками с целью добиться от жителей ДНР и ЛНР определенной политической позиции. Эти обстрелы не имеют никакого военного смысла, кроме террористического, то есть пыточного, разрушения объектов инфраструктуры, уничтожения электроэлектроэлектроразвязки, откуда расходятся вот эти узлы электрические. Я сам попал под такой обстрел в Киевском районе, когда на перекресток один, в Киевском районе Донецка, упало порядка 12 тяжелых мин. Там не было ни боевых позиций, никого, это были пятиэтажки. И когда мы думали, почему они стреляли, понятно было, что они стреляли, потому что там была электрическая подстанция, они пытались ее уничтожить. Я считаю, что это является не отдельной инициативой отмороженных нацистов или психопатов, которые воюют в так называемых силах АТО. А это является продолжением политики президента Украины, который сказал, я цитирую сейчас господину Порошенко дословно, в Одессе за день до того, как он принял неонацистский закон об удушении жителей Донбасса голодом, холодом и отсутствием средств. Этот человек, который называется президентом Украины, заявил, у нас работа будет, у них нет, у нас пенсии будут, у них нет, у нас забота о детях-пенсионерах будет, у них нет, у нас дети пойдут в школы и детские сады, у них они будут сидеть в подвалах, потому что они ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну. Это сказать про Донбасс, где люди не только работают в шахтах, где сосредоточено огромное количество работающих, уменьшим до сих пор, высокотехнологического производства полного цикла, одного из самых современных на постсоветском пространстве. Донбасс сохранил это производство, военное, современное, то, чем не обладает остальная Украина. Это говорится о Донецке, который является самым студенческим, самым образованным, причем в технологическом, а не в общегуманитарном смысле городом Украины. То есть это позиция президента, у нас детские сады, а у них дети по подвалам. Мне кажется, это политическая программа, которую реализуют нацгвардейцы и армия Украины. Это написал не отмороженный диссидент, понимаете, какой-то маргинал, там, не знаю, бандеровского разлива. Это сказал человек, который присягал на верность этим детям, защищая Конституцию Украины. Потому что де-факто, вот я хотел бы только в докладе чуть, Максим, попросить, может исправить, это не жители Юго-Востока, это граждане Украины. По отношению к ним их власть ведет себя следующим образом. Может быть, большинство этих людей сейчас, вследствие такой политики украинской, киевской власти, не считают себя украинскими гражданами. И получили бы с огромным удовольствием паспорта Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Но эти преступники уже объявили их вне закона. Эти слова президента Порошенко говорят о том, что по отношению к тем, кто находится на территории ДНР и ЛНР, как и на территории ДНР и ЛНР, оккупированной киевскими военными формированиями, президент Порошенко позволяет делать любые вещи. Детей мучить в подвалах, морить голодом, морить холодом, морить водой. Собственно говоря, доклад показывает практическое, дотошное исполнение приказа высшей украинской власти. Фактически Порошенко повторил слова Гитлера, которые он сказал немецким солдатам, когда они вступили на территорию Советского Союза. «Я освобождаю вас от химеры, которая называется совестью». «Это война, война особого типа», — сказал Гитлер. «Была такая памятка немецкому солдату, которую, кстати, многие военнослужащие вермахта отказались исполнять, потому что она показалась им, ну, Манштейну, например, он это описывает в своих мемуарах, кадровым офицерам прусской школы, бесчеловечной и невозможной. Но многие исполняли. Гитлер сказал, эта война особого типа населения, с которым вы будете иметь дело, не должно подпадать под такие же законы, под такие же нормы, как европейское население. Геноцид, террор, запугивание, лишение возможности нормальной жизни — это один из аспектов нашей победы». Фактически Порошенко, который называется демократом, повторяет это все дословно. Один в один. Да, своими словами. Но смысл один и тот же. Собственно, смысл один и тот же. Речь идет, подчеркну, о нескольких миллионах человек. На территории ДНР и ЛНР находится порядка 4 миллионов человек. Из общего суммарного населения 7-миллионного Донецкой и Луганской областей Украины, какие мне были до начала войны. Кроме этого, в докладе я хотел бы дополнить. Здесь отмечаются факты о преследованиях, пытках в зоне боевых действий по преимуществу. Но у нас есть огромное количество данных о репрессиях, арестах, запугиваниях, избиениях, пытках, прежде всего, Службе беспеки Украины по всей территории Украины. Стоит человеку написать в Фейсбуке не просто там слава ДНР, а просто сказать, а правильно ли мы ведем войну, а вот может быть как-то по-другому посмотреть на эту ситуацию. Масса случаев в Харькове, в Днепропетровске в ту же ночь к человеку приезжают, арестовывают, забирают, могут забрать его жену, могут забрать его близких, запугивают. Журналистов, которые позволяли себе более-менее позицию отличную от Порошенковской, так будем теперь говорить, запугивают их семей, изгоняют с работы. Это настоящий режим фашистского террора. И чем дальше, тем больше. Поэтому мне кажется, что сотрудничество с европейскими коллегами обязательно должно развиваться. Очень порадовала нас, честно скажу, позиция Human Rights Watch, которые в своем докладе признали факт террористических обстрелов Донецкой и Луганской народных республик с целью уничтожения мирного населения. Я думаю, что работать можно с любыми международными организациями. Я, конечно, еще раз подчеркиваю, что несмотря на все наши попытки Совета по правам человека установить конструктивное взаимодействие с ОБСЕ, эти попытки проваливались по вине ОБСЕ. ОБСЕ еще весной, летом, когда начинались все эти события, и мы пытались установить совместный правозащитный мониторинг российско-европейский, мы фактически просто, могу сослаться на слова Михаила Санчо Федота, вот Александр Семенович меня поправит, если я ошибаюсь, просто саботировал. Михаил Санчо нам рассказал, как он посылал письма на имя председателя ОБСЕ с предложением создать совместную европейско-российско-украинскую группу мониторинга из правозащитников. Люди готовы были ездить где угодно, бывать на линии фронта под огнем, бывать там, ну извлекать из-за стенков любых людей. Мы понимаем, гражданская война это дело жестоко, есть много неуправляемых групп. И через месяц сказали, извините, ваше письмо было потеряно. Письмо советника президента Российской Федерации. Сознательный саботаж. Сознательный саботаж. И это... Максим, обращай внимание на время. Я заканчиваю. И последний момент. Вот я знаю, что украинская сторона и европейцы любят указывать пальцами, а как у вас там, а как у вас там в ДНР. Моя позиция принципиальна. Страна, которая претендует на то, что она является государством, членом организации объемных наций, на то, что она является членом всех общеевропейских конвенций по правам человека, несет ответственность гораздо больше, чем полевые командиры, которые получили внутреннюю и внешнюю свободу в ситуации гражданской войны. Народ Донбасса был брошен на произвол судьбы киевской властью. И многие люди там сами решают свою судьбу. Она бывает непростой, эти сценарии. Там действует много разных сил. Но украинское государство преступно, виновно, и все его руководство должно рано или поздно сесть на скамейку трибунала по военным преступлениям. Спасибо. Сергей Владимирович, я знаю, мы вас отпускать должны будем. Да, мне сейчас как раз необходимо ехать на встречу с одной из европейских делегаций, которые хотят разобраться в том, что происходит сейчас и на Украине, и как вместе постараться разделить зерна и плевла и дать возможность европейцам получать правдивую информацию о тех преступлениях массовых, которые совершаются украинским режимом на земле Новороссии. И хотел бы также журналистов проинформировать, что завтра в президент отеля состоится очень большое международное мероприятие, которое будет посвящено вопросам взаимодействия и поиска выхода из сложной ситуации, которая на сегодня есть между Европейским Союзом и Россией. И я хотел бы благодарить еще раз и авторов доклада, и всех моих коллег, и РИА Новости за то, что мы последовательно и очень аргументированно пытаемся открыть глаза всем тем, у кого совесть есть, на те массовые преступления, а не только нарушения прав человека, которые сегодня происходят на Украине, и вместе добиваться принципиального независимого расследования этих преступлений и привлечения виновных к суровой ответственности. Спасибо большое, Сергей Владимирович, и спасибо, что нашли время к нам сегодня присоединиться. Я обращаю внимание, что за нашим столом появилось еще два гостя. Это член Совета Федерации, член Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины Валентина Петренко и член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков. Господа, кто не присутствовал с самого начала, вы, все гости, высказывались по содержанию доклада и озвучивали свою позицию относительно преступлений украинских силовиков на Юго-Востоке Украины. Валентина Александровна, хочу передать слово вам. Вы, как член Комитета, постоянно мониторите ситуацию того, что там происходит. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, совсем недавно, сейчас готовясь к Дню Матери, Всероссийскому празднику, который будет 30 ноября, мы приняли резолюцию и обращение ко всем странам мира против фашизма по объединению матерей. И что мы сделали? Мы взяли все международное законодательство, все конвенции, которые были приняты в мире и сегодня действуют, действующие, которые осуждают то или иное действие или для чего-то они принимались, то есть когда давалась оценка. Так вот, когда мы проанализировали, что происходит сегодня в Украине и что происходит на Юго-Востоке, все до одной статьи, всех международных актов и конвенций были нарушены. Нарушены украинским правительством, нарушены украинской стороной. Тогда возникает второй вопрос. Вот все, что здесь описано и не только здесь, и в Белой книге и так далее, огромную работу проводит и МИД в этом плане Российской Федерации, и наш комитет, и наши коллеги, кто здесь присутствует, огромное всем спасибо, огромную работу делают журналисты и средства массовой информации. Безусловно, все это очень и очень важно. Но тогда возникает вопрос. Если все это нарушается, то почему международное право на сегодняшний день до сих пор не включается в процесс расследования всех этих фактов и не дает оценки. Потому что, возьмем самое страшное, это убийство детей. Убийство детей – это военное преступление. Военное преступление должно быть расследовано. Ни одного факта расследования убийства ребенка еще мы не видели на международном уровне. Изнасилование детей дошкольного возраста и так далее. Детей несовершеннолетних девочек, стариков, женщин, которые глубоко престарелы и так далее. Какие могут быть еще нравственные и другие вещи, о которых говорится в международных актах, что их нужно соблюдать и общечеловеческие, и общегуманитарные, и другие вещи должны работать. Они не работают. И оценки этому нет. Поэтому ту работу, которую делают мои коллеги, ту работу, которую делаете вы, эта встреча, которая сегодня происходит, и все, что до этого происходило на комитете по оказанию помощи общественными объединениями, организациями по Юго-Востоку, работа с беженцами и так далее, она очень важна для того, чтобы каждый факт, каждое действие, каждый шаг становился известен в мире. Потому что я абсолютно здесь полностью согласна с коллегами, не всех слышала. Но то, о чем сказал Максим Леонидович, должно быть расследовано и должны услышать не просто руководители других стран. Я далека от мысли, что они не в курсе того, что происходит. Очень далека. Сегодня информация очень быстро поступает. Понятно, почему она как бы не имеет никакого результата по просмотрению. Но для нас очень важно, чтобы услышали люди, люди стран, государств, и чтобы их реакция была достаточно серьезной. И в оценке действий собственных правительств, и в оценке того, что происходит на сегодняшний день на Юго-Востоке Украины. Мы сейчас собрали миллион подписей. Мы больше миллиона, почти полтора миллиона собрали подписей. Матери подписали Российской Федерации и дети в обращении к Панге Мону о расследовании фактов убийства детей. И надеемся, что все-таки мы пробьем ту брешь, которая позволит, в результате чего будет принято решение, все-таки о процессах, которые должны быть в оценке всех тех деяний, которыми сегодня характеризуются действия украинского правительства, президента и тех, кто непонятно, какое государство собирается строить, действиями своими полностью отрезая все население, как уже было сказано здесь, Юго-Востока Украины, собственно говоря, своих собственных граждан. Но самое страшное, ладно бы это было во время какого-то диалога и так далее, если бы не происходило тех преступлений, которые здесь озвучены, которые чудовищны. И самое страшное, что Украина может стать тем государством, которое может скатиться и быть государством, фашистским государством. И все международное законодательство, которое говорит о том, что нацизм не должен проникать ни в одно из государств и распространяться, на сегодняшний день мы абсолютно не получаем оценок всем тем действиям, о которых сказал уже коллега, и я, в общем-то, с каждым словом вашим согласна, повторяться в данном случае не буду. Но то, что происходит чудовищно, и то, что происходит это в 21 веке, мы никогда не думали, что это может повториться после того, как закончилась Великая Отечественная война. К сожалению, мы это имеем. И я думаю, что каждый факт сегодня должен быть известен всему миру. И если сегодня европейские страны, управляемые Соединенными Штатами Америки в принятии своих решений и действий, думают о том, что все это пройдет, как бы сказать, незаметным, и не будет принято никаких мер, это абсолютно не так. И второе, это еще не весь мир, потому что весь мир на сегодняшний день, и мы должны обязательно говорить об этих преступлениях, и тем, не только тем, кто в Европе, народу, но и всем другим странам, которые, может быть, удалены от Украины, и, может быть, некоторые граждане этих стран даже не знают, где Украина находится, но мы должны очень серьезно поставить информационную свою работу для таких государств, чтобы понимали, с чем приходится сталкиваться сегодня гражданам Юго-Востока и видеть позицию Российской Федерации, ее президента по всем тем вопросам, которые, к сожалению, ставит сегодня европейское сообщество под диктовку определенного государства. Поэтому я просто могу сказать, что низкий поклон тем, кто это делает, и очень важно, чтобы мы с вами вместе добились расследования этих преступлений. Спасибо большое, Инкай Сергей Александрович. Время у нас, увы, лимитировано. Пожалуйста. Да, я совсем кратко. Значит, прежде всего я хотел поблагодарить коллег, которые рискуют вам всю жизнь, делают вот такие доклады, большая черновая работа по собиранию фактов о преступлениях украинских силовиков. Значит, ну, несколько практических вещей. Вы знаете, коллеги, мы сегодня видим, в Европе поднемножку начинается бунт против нынешней политики. Хотя я не уверен, что он закончится чем-то, да, но наша задача, как говорится, делай, что должно и будь, что будет. Мы видим, что бунт уже против безумной политики начали премьер Венгрии, премьер Словакии, президент Чехии, премьер Финляндии. К этому тихому бунту, так сказать, присоединился премьер Италии, который вот сейчас, несмотря на попытки какой-то травли, пригласил российское руководство к своему мероприятию, бывший президент Чехии, бывший канцлер Германии. Сейчас к этому бунту присоединился действующий глава МИД Германии, который прямо выступил против канцлера Меркель, так сказать, и по ряду, так сказать, у него заявление было, где очевидно, что он не согласен. Более того, я могу сказать о том, что, вот знаете, у меня недавно было, я участвовал в форуме России Евросоюз, да, значит, и там любопытно было, три уровня обсуждения, да, первый, официальный, нас критикуют, да, вот говорят, Россия здесь в Крыму неправильна, в Донбассе неправильна, ну, по известным линиям. Второй уровень обсуждения, неформальный, вечером, за бокалом вина, никто России уже не критикует, во-первых, все прекрасно понимают, что мы такую критику слушать не будем, поскольку она неправильна, во-вторых, все признают о том, что Россия действует так, как должна действовать любая страна независимая, оказавшаяся в такой ситуации. Ну, вы знаете, есть и третий уровень обсуждения, который, может быть, большинство людей не знает, это когда немцы, французы, испанцы, итальянцы, поляки обсуждают ситуацию на Украине друг с другом, без нас. Ну, я там просто, как такой, знаете, европейский. Значит, я поразился. Они все знают. О всех преступлениях, вот те люди, которые включены, все знают. Никто из них не считает, что Украина суверенное государство. Все прекрасно понимают о том, что и президента, и премьера назначают американца, и решение о начале войны на Донбассе тоже отдавали американцам. Все прекрасно, вот мы догадываем, вот неонацисты, и говорим, вот никто, они не хотят, не публикуют, они все знают. При мне сидит немец и говорит французу. Как мы, странно, так сказать, так пострадавший нацизм, могли признать незаконное правительство Украины, в которое вошли представители неонацистской партии свободы? Почему мы его признали? Мы говорим, что вот нужны площадки диалога, они говорят, это просто безумие разрушить союз России и НАТО. Безумие, так сказать, ликвидировать с формата большой восьмерки. По сути дела, вот то, что мы говорим, в основном они согласны. Не совсем, да? Значит, я, например, говорил, что выборы полицифицированы полностью, президентские парламентские. Они говорили, ну нет, ну все-таки, наверное, выборы, так сказать, как-то так получилось и так далее. Сказать, что полностью совпадает, наверное, как бы не надо. Но то, что они, условно говоря, мы считаем военными преступниками членов киевского правительства, они считают их опасными для Европы радикалами. И мы видим, что сейчас вот состоялось несколько дней назад голосование в ООН по резолюции по нацизму. Наши многие коллеги все уже отметили о том, что здесь США, Канада и Украина, не Украина, киевские власти, взорвившие право говорить от имени Украины, значит, они вот выступили против посвящения нацизма. Я обращу ваше внимание на другое. Многое говорят о резолюции России. Де-факто мы на голосовании видели изоляцию США, Канады и Украины от мирового сообщества. Страны Евросоюза не голосовали за нашу резолюцию, но и не голосовали против. А представляете, какое колоссальное давление дипломатия, так сказать, Вашингтона, оказана на то, чтобы они голосовали против. Они все-таки не согласились. Это говорит о том, что партия войны Вашингтона, возглавляемая, как я полагаю, Джо Байденом, вице-президентом США, который является одним из главных организаторов всей вот этой войны, значит, она оказывается в международном завете. Против чего высказываются европейские страны? Не против Вашингтона. И мы не против Америки, боже упаси. Мы против использования неонацистов для достижения своих целей. Мы против использования военных преступлений для достижения своих геополитических целей. И вот... Оноширение неонацистов для достижения. Да, да. И только использование. Ну, использование, например, что-то сказать, и как-то... Значит, теперь, значит, из этого практические вещи, это я означаю, что вот эти вещи должны быть переданы, обязательно всем послам, да, которые у нас здесь есть. Желательно, честно говоря, их передать и, кроме послов, еще и передавать их в парламенты и средства массовой информации. Вот просто вот тупо разослать всем, ну, не как спам, так сказать, а вот соответствующим, там, что называется, курьерами, да, значит, предоставить информацию, чтобы у них была возможность... И так или иначе, это будет проходить и проникать в это... И я думаю, мы выйдем на мирное разрешение украинского кризиса. Параметры мирного разрешения украинского кризиса известны каждому. Первое. Это... Да, да, я заканчиваю, у меня еще две минуты. Значит, первое, федерализация, да, значит, второе, признание равенства двух общин русско-культурной, украино-язычной, украино-культурной через равенство статуса языков. Второе, нейтралитет, не включение, так сказать, ни в какие военные союзы. И, конечно, расследование преступлений типа бойнина в Одессе, а мы верим, что она была организована Андреем Порубием и Наливайченко. Бойня, значит, на Майдане снайперами, а мы верим, что это было организовано тем же Андреем Порубием и Александром Турчиновым через свое доверие на лицо Сергея Пашинского. И Наливайченко тоже не забывайте. И Наливайченко, да. Расследование бойни 9 мая в Мариуполе, а мы верим, что оно было организовано Игорем Коломойским. Расследование сбития Боинга, а мы верим, что оно было организовано Игорем Коломойским и Валерием Галитеем, которые специально временно сделали министром обороны именно для того, чтобы он сбивал этот Боинг бедный. Санкции Петра Порошенко. Ну, там, наверное. Но это мы предполагаем. Да, предполагаем. Ну вот, так, Расследование, а теперь спросим, может ли люди, ответственные за эти военные преступления, стать участниками мирного процесса? Конечно, нет. Поэтому я бы сделал под конец политические вполне выводы. Мы должны признать о том, что в Украине у власти находится террористическая группировка. Никакой мир невозможен, пока террористы находятся у власти и с помощью террористических методов это продолжают. Я полагаю, было аж серьезной ошибкой признание выборов парламентских и президентских в Украине. Это были самые нечестные и несправедливые выборы в Европе за последние четверть столетия. А в Украине сегодня не существует никакого независимого правительства. В Украине существует оккупационный режим, в котором поставлены военные преступники и иностранные агенты для того, чтобы максимально раскручивать, реализовывать войну с Россией. И эта вся группировка тащит к тому, чтобы развернуть украинский кризис в европейскую войну. Вот этот тренд является исключительно опасным. Ему мы должны всячески противоставать вместе со всеми миролюбивыми силами нашей планеты. А они есть. Спасибо. Сергей Павлович, очень коротко. Знаете, я имел возможность встречаться как председатель русской общины Крыма, как правозащитник с представителями различных международных организаций, еще бытность нахождения в составе Украины. Вот там наши утверждения по поводу того, что нацизм, фашизм рвется к власти, он всегда опровергался утверждением, что на самом деле это национально-сознательные слои, национально-сведомые патриоты. И, собственно говоря, вот эту силу воспитывали все руководители Украины при поддержке мирового сообщества. Я вообще думаю, что нам надо переходить от составления, ну, правильно, вот мы фиксируем преступления. Нам бы и список этих преступников. На первое место это руководители Украины, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Аваков, все эти министры обороны Украины. Я, в частности, наверное, постарался бы выписать и пособников. У нас же есть такие вещи, как соучастники, пособники. А соучастники и пособники это Нуланд, это Байден, это все те, которые, собственно говоря, вот эти силы привели к власти на Украине, которые развязали войну, которая привела, в конце концов, к массовым пыткам и истязаниям. Спасибо, Извините. Спасибо. Давайте коротко, и, наверное, к вопросу, он по времени совсем нет. Наверное, очень кратенько, да. Действительно, вот сейчас говорилось о том, что в Европе все знают. Вот я могу подтвердить, что во время обмена присутствовали представители АБСЕ. Они свободно, так сказать, там находились. Если бы у них было желание, они могли бы, точно так же, как делали специалисты нашего фонда, вот с августа по ноябрь этого года, точно так же могли бы с этими людьми беседовать. Я же видел наоборот, когда некоторые из них шли, представители АБСЕ отворачивались в сторону, чтобы как бы не заметить чего-то лишнего. Это первое. А второе, вот мы действительно много говорим в России, постепенно говорят миру о фашизме на Украине. Вот фашизм, это ведь не только, когда люди ходят со свастикой, или когда они кричат «Хальгитлер». Вот это вот предъявленное здесь, да, вот это вот, это точно такой же, так сказать, фашизм, как, собственно говоря, и то, что делали люди со свастикой. Не всегда нужна для этого свастика, и не всегда для этого нужно кричать «Адольф Гитлер», хотя и этого на Украине достаточно. Надо фильм снять «Обыкновенный фашизм». Продолжение того фильма, который был снят о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Спасибо. Итак, вопросы, коллеги. У нас совсем нет времени, поэтому руки поднимайте. Короткие вопросы, короткие ответы. Вопросов? Если короткие ответы, то лучше мы отдельно. Ну что ж, тогда заканчиваем. Я благодарю всех. Вы хотите что-то сказать? Нет? Нет, спасибо. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Всего доброго, до свидания, ждём вас вновь.